Привет! Куда делся? А пообщаться! Я думал дружить будем, чувак! Здравствуйте, друзья! С вами Декарт и это Ocean Tail, фанатская игра Пандертейл, по которой у меня уже записано где-то серии 3-4 минимум. Она обновилась, уже причём обновилась прилично, как, но время не прошло. Мне уже давно об этом говорят, но я не успевал с ней никак. Я не мог за неё взяться, слишком много других идей, слишком много других каких-то игр. Итак, выберите полчеловека, давайте выберем вот этот пол. Имя упавшего человека, ну, все мы знаем, какое имя будет у упавшего человека. О чём тут можно говорить? Конечно же, то самое великое и ужасное имя, которое я неправильно ввёл. Сейчас ещё раз, подожди. Одна маленькая деталька и вот. Привет, мистер Декарт, привет! Поехали, проходим сюда. Я, кстати, сразу скажу, что я, наверное, решил не вырезать вот всё то, что мы уже проходили в каких-то прошлых сериях, потому что они выходили месяцы назад. То есть, реально, многие могли этого всего не видеть. Приветик, я коралли, цветочек-коральчик. Хм, новенький в океане, не так ли? Чёрт возьми, ты, наверное, потерялся. Думаю, тебе надо помочь разобраться, что тут к чему. Да, давай, тут, наверное, так много всего. Раскладывай, блин, карту, я не знаю, просто рисуй направление, куда идти, что делать. Думаю, тебе понадобится моя помощь. Ну же, готов? Начнём. Уж без тебя-то никуда, уж никуда без говорящего коралла, блин. Видишь, это сердечко? Это твоя душа, благодаря ей ты, мать твою, как громко живёшь. Сначала ты очень слабый, но можешь стать сильнее, повышая свой УР. Что такое УР? Уровень радости, верно же. Я помогу тебе повысить УР, не переживай. Собери для меня эти пузыри. Не волнуйся, это не опасно. Ну, по сути, это действительно не опасно, потому что все мы знаем, что сейчас придёт Триэль и даст ему по роже. Давай, Триэль. Вот так вот. Плюнуло, харькнуло от души прямо. Привет, я Триэль. Я охраняю подводные руины. Я помогу тебе и буду тебя защищать. В меня только так не плюйся, пожалуйста, как в него. Следуй за мной. Я обрезгливый товарищ такой. Так, ну что ж. Направляемся вперёд. Сияние в тенях руин наполняет вас терпением. Сохранить. Терпение мне пригодится. Потому что сейчас мы будем решать головоломку страшную, да? Теперь это твой новый дом, дитя. Подводные руины полны головоломок. Попробуй сам решить эту головоломку. Нажми три кнопки из четырёх. Где-то здесь есть подсказка решения этой головоломки. Удачи. По-моему, даже не то, что подсказка, а тут, да, тут точно написано. 1-0-1-1, да, вот так. Так, и так, и всё, в принципе, готово. Молодец. Пойдём в следующую комнату. Вот так вот я справился. Понимаете? Это, знаете, как такие, такая экскурсия для умственно отсталого. Вот тут есть четыре кнопки, надо нажать. И посмотри, тут есть подсказка. И там написано просто, что делать. Такой. Окей. Без проблем. Я очень рад, что меня вот так вот воспринимает Ториэль. Дальше тоже есть головоломки. Но ты должен сам решать их. Я должна пойти к Азриэлю. Пожалуйста. Дойди до конца комнаты сам. Прости меня за это. Ой, пошла опять суровая музыка. Просто Джеймс Бонд. Я сейчас реально, я прям чувствую, что Дэниел Крейг сейчас вот вылезет вот отсюда, откуда-то. Рожа так своя. Потому что, ну, реально, Бондиана просто. Вот по музыке прямо Бондиана идёт. Давайте теперь вставим... Я неправильно делаю, что ли? Ну, вроде бы... Да! А какого чёрта-то сразу? Всё. Белоручка, блин. Не хочешь камни таскать? Давай, блин, тащи. Ожидая, когда головоломка сама решится, вы наполняетесь терпением. Не рекомендую использовать подобный метод решения проблем в реальной жизни. Терпение понадобится дохренище. Потому что само ничего не решается. Привет, меня зовут Азриэль. Моя мама сказала, чтобы я поиграл с тобой. Скоро она придёт. Видишь этот манекен? Мама сама сделала его для меня. Если захочешь поиграть с манекеном, то будь аккуратным с ним. Чтобы... Чтоб на нём не было никаких отверстий. А то знаю, как ты будешь играть с манекеном. Хорошо, ну ладно. Пока. Нет, я так играть с манекеном не буду. Азриэль, Азриюша, вали отсюда давай. Я его сейчас буду бить. Привет, дитя. В океане на тебя могут напасть монстры. Ты должен быть готовым к этому. Потестируй убийцу с манекеном. Говори с монстрами. Ищи их. Попробуй поговорить с манекеном. Нет, ничего она мне указывает. Может хоть раз ему дать хорошенечко этому манекену? А то я всё время добрый... Ну ладно, давайте уже будем добрыми говорить. Мы поговорили с манекеном. Кажется, ему не понравилось. Кажется, Ториэль пошла за смирительной рубашкой. Потому что я разговариваю с манекеном. Молодец, ты правильно действуешь. Продолжай в том же духе. Я ещё раз отойду. Извини. Ещё раз опять-таки к Азриэлю отойдёт. Ты тогда сказал, что к Азриэлю отойдёшь. А сейчас ты ещё раз с нему отойдёшь. А он что, сам ничего не может сделать? Он с манекеном сам вроде игрался. Да, Фрогет не напал. Кажется, он опаздывает. Да я не возражаю на самом деле. Не то, чтобы я его прям очень сильно ждал. О, чёрт. Вот здесь вот. Вот здесь вот пойди вспомни. Реально, я уже забыл. Я уже забыл, что тут да как. Подожди, вылезаем. Теперь наверх, да? О, вон башка его там. Теперь вниз. Теперь сюда. Теперь снова сюда. И вот, вылез. Отлично. А, здорово. Кваз, кваз. Квэ, квэ. Я слышал, что человек прибыл в наш океан. Идут слухи, что человек опасный. Это правда? А чё это они идут? Я ж поговорил с манекеном, блин. Я ж не дал по роже манекену там, ничего такого. Все конфеты съел наобставок. Да, в этом плане ничего не поменялось. Моя шутка живёт и здравствует. Я прям, видя такое красивое место, вы наполняете с терпением сохранить. А, как быть? Я не... А, я чё, не до это? Не дофигачил? Вот, зашибись, всё. А, я... Да, вроде бы был этот мочевой пузырь раньше там наверху. Ну, вроде бы, мне кажется. По-моему, я его уже видел. Ну, просто я давно играл в последнее обновление по этой игре, поэтому у меня как бы полной абсолютной уверенности в этом, на самом деле, честно говоря, и нет. Внимание! Призрак. Поедающие конфеты. О, гляньте, моя шутка ещё и эволюционирует, может. Так, подождите, внимание, призрак. А где он? Где он делся? Вы не теряете терпения. Сохраните. Я вот, честно говоря, не помню в прошлом обновлении, я доходил до него или нет. По-моему, доходил. Кажется, он отдыхает. Потревожить его? А куда мы денемся? Конечно, потревожить. Тревожься! На пстаблу. Действия, давайте. Так. О, чёрт. Да, я вспомнил, я вспомнил. Это было. Я это делал, и это было, кстати, непросто. Мне не с первого раза это вышло. Давайте, наверное, музыка. Вы поговорили о музыке, он не против поговорить ещё. Эх, интересно. Вот мне реально кажется, что с музыкой было связано. Так, сейчас мы уворачиваемся потихоньку. Всё нормально, всё осторожно. Главное, не паниковать. Главное, не тратить энергии и времени и нервов. Понапрасну всё будет нормально. Давай ещё о музыке. Он не против поговорить ещё. Хех, интерес. Хех, интересно ему, да? Интересно тебе, хех? Ну ладно, давай ещё с тобой о чём-то побазарим. Ух, осторожно. Я постараюсь не попасться вообще, потому что... Блин, потому что он же сожрал все конфеты. Мне лечиться нечем, правильно? Что-то. Вы сделали что-то, ничего не произошло. Слушает музыку. А, нотки пошли, нотки... Ох, твою мать. Как меня до сих пор не задело-то? Я в шоке, честно говоря. Нет, всё-таки я себя перехвалил. Уже задело. Уже сразу... Блин, уже сразу и задело. Ааа, угрожать что-ли? Что-то. Опять-таки то же самое происходит. То есть ничего не происходит, да? Увернулись, увернулись. Чётко, 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 чётко. Избежали. Избежали мы проблем. И сейчас избежали. И потом избежим. И ещё много раз будем их избегать. Ааа, действия. Угрожать. Музыка. Ох. С тобой было интересно пообщаться. Ну ладно, я уйду с твоего пути. Давай, вали. Ааа, посмотрим, что у нас тут. А тут у нас столик жратвой. Ни хрена себе. Так, подождите. Ой, мне кажется, что... Блин, я вспомнил. По-моему, создатель игры мне это в личные сообщения кидал. Вот эту картинку. Я начинаю вспоминать. Да-да-да. По-моему, я это уже видел. Я точно в это не играл, но я это именно видел тогда. В процессе разработки он мне присылал обновление по этой теме. Так, ну давайте сюда, прох, и твою мать. Хе-хе, смотрите-ка. Ээ, блин. Это круто. Вода под водой, чёрт возьми. Ох, этот абсурдный мир Undertale. Неправильно, наверное, туда надо. Там дырка, подождите. Там дырка в стене. Здесь вроде тоже можно пройти. Куда же мне, куда же мне направляться-то? Надо бы сохраниться перед этим, а потом... Привет. Куда делся? А пообщаться? Я думал, дружить будем, чувак. Но, видимо... Это, получается, я секрет, что ли, нашёл? Но это на секрет вообще не похоже, потому что эту дырень видно там за версту, как бы. Я даже... Я бы сразу как-то на неё глаз положил. Это вроде не секрет. Короче, явление педагастера, я так понял, да? Потому что он у нас в педерастической шубке был. Это что? Ну-ка, надпись. Осторожно, сильное течение. Да, очень сильное. Ну, давай, попробуем ещё раз, может, в него... Это что-то... Нет, это ничего не даст. Меня опять вернёт обратно. Короче, идёмте сюда. Так. Подождите, подождите. Стоп. Стоп, 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 стоп. Нажми все кнопки, которые ты видишь. Также не забудь передвинуть алмаз. Хорошо. Всё, нажал. Потом... Сейчас я вот это нажму, и сзади шипы, да? И я уже назад не смогу вернуться. Или как? Нет, могу. Подожди, куда его передвинуться? Он не двигается. Алмаз, двигайся давай. Вообще, я не знаю. Если бы у меня был алмаз, я бы его в карман положил. Как минимум. Потому что они до хрена стоят, представьте себе, чувак. Почему ты не берёшь алмаз? Деревце. И сейчас мы придём в дом Триэль. Ничего себе. Видя такой прекрасный дом, вы наполняете с терпением. Сохранить. Проходим. О! Смотрите, как чётко. То есть Триэль нам как бы намекает, что ты, мелкий трендюк, будешь жить со мной. Не пойдёшь ты, не выйдешь ты из руин никогда в жизни. Цепь. Я на цепь тебя посажу. Мелкого ублюдка. Вправо, влево. Давайте попробуем влево пойти, например. Надо в комнаты позаходить, потому что... Я так думаю, что по сюжету нам надо туда. Да, мы вначале здесь всё исследуем. Вроде бы обычная картина. Стоп. Кажется, за картиной что-то есть. Поздравляем, вы нашли жёлтый ключ. Какие нахрен ключи я нашёл? Так, подождите. Значит, надо всё исследовать. Не зря я к картине... Подводное растение. Жёлтый ключ, последний, который я находил, он был в игре Hello Neighbor в третьей альфе. Я там помню, жёлтый ключ находил один. Он был прямо над дверью у соседа. Тут мы ничего не можем проделать, да? Ничего не можем взять. Поспать тоже, наверное, не можем, да? Потому что как-то... Как-то спать в чужом доме, это не круто, наверное. Пришёл, ничего даже не украл, сразу лёг спать. Подводное растение. Надо для начала что-нибудь стырить. Красивую подводную лилию. Лилию. Мы, в принципе, уже стырили. Мы уже... Что это было? А, это такая задержка небольшая между переходом и между локациями. Мы уже стырили жёлтые ключи. Это радует. Красивые рисунки. Вроде эти рисунки нарисовал Азриэль. Мягкая кровать. Азриэль рыбу нарисовал, по-моему. И цветок. Клёво. Нормально. Так, куда теперь? А вот давайте ещё вот туда попробуем сходить. Подводное растение. Ничего удивительного. Там подводное растение, тут подводное растение. Везде подводное растение. Милый ровный стол и красивые стулья, за которыми нету Ариэль. Книжная полка под водой. Скажу секрет, это магия. Да тут много чего магия. Мне, например, интересно вот... Вот мне больше всего интересует магия подводного огня. Прям вот подводного огня из воды. А, да. Это возможно. Создатель сам над этим прикалывается. Ну, представь себе, что. Это возможно, окей. Хорошо, я представил. Я, как бы, спанчбоба смотрел. Там тоже, чего только нет под водой. Там и океан под водой, пляж под водой, огонь под водой. Всё под водой, поэтому мне не трудно представить. Очень-очень вкусный торт, который мне не достанется. Да, подводная плита. Можно пользоваться без огня. Вода отличная альтернатива. Эти водоросли такие красивые, что вы хотите попробовать их на вкус. Подводный холодильник. Интересно. А как это ещё раз про плиту было сказано? Можно пользоваться без огня. Вода отличная альтернатива. Я обязательно попробую, знаете. Я обязательно тебе всё. Я теперь всё буду готовить на ледяной океанской воде. Нахрен эта плита вообще нужна? Так, может, сюда можно пройти? Похоже, надо вставить... А, ну да, два одинаковых ключа. У вас есть несколько ключей. Жёлтый. Поздравляем! Жёлтые ключи подошли к замку. Итак, давайте. Сейчас там Триэль меня, я так понимаю, подзадержит, да? Скажет, так куда это ты намылился, козёл? Я специально замок повесила, блин. Заплатила за него в магазине. Чтоб ты, сволочь, такая его взял и открыл. И всё. Так не пойдёт, скажет Триэль. А тут нет никого даже. О, нифига себе. Окей. Идёмте. Так, смотрите. Я просто могу идти прямо. Это не... Надеюсь, наш план сработает. Хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи. Ну, попробуем. Стоп. Мне послышалось? Или кто-то тут есть? Козёл такой. Не, ну я тут есть. Ты чё, идиот, что ли? Скорее всего, тебе показалось. Рекомендую уйти отсюда. Вдруг кто-то тут есть. Хорошо. Очень логичный. Очень логичный коральчик. Тут кто-то есть? Мне показалось, тут кто-то есть. Тебе показалось? Не, я рекомендую уйти. Тут кто-то есть. И он оказался прав, чёрт возьми. Тут есть маленький козёл, с которым он разговаривает. Ну и ещё я. Да. Как бы, я так скромненько рядом просто. Мне вообще всё равно, ребята. Делайте там все свои планы. Струйте. Где вам... Оушентейл демо. Нажми Z или Enter. Особая благодарность. Тоби Фокс, Шамичен, Дарте Крис, Некрос, Яркович, Декарт, Соня Сан, Аманда, Смайлинг, Трошкен, Якира, Акешка, Йотто, Уран радиоактивный, Гусев, Лера, Данилюк, Акиёб. Отлично просто. Алим-жан решал. Извини, Акиёб, если ты это посмотришь, но это действительно забавно. Нейра, Грик, Беззубик, Чен. Ну, в общем, и так далее. До хрена всяких имён, фамилий, Кликух. Поэтому давайте на этом заканчивать. Я посмотрел обновление. В принципе, прикольно. Даже интрижка такая есть. Я, если оно дальше будет выходить, я его дальше ещё буду со временем, как оно будет выходить, проходить. Проходить, выходить, будет, будет выходить, буду проходить. Ха! Рифмы, рифмы. Ладно. Если... Хотя, чё если? Какое нахрен если? Может, чё-то ещё сейчас будет? Давайте досмотрим уже до конца. Также фанатов и подписчиков группы Ocean Tail Игра. Помощники и разработчики Ocean Tail. Разработчик Алекс Атвиновский. Дизайнеры, спрайтеры, Соня Сан. Я кинул. Ну, и опять-таки и так далее. Потому что до хрена всяких фамилий. Ремиксер Уран радиоактивный. До хрена себе тут реально. Тут титры прямо, как вы знаете, какого-то голливудского фильма. Они прямо не заканчиваются. Много, много, много людей. Поработало над этим проектом. Что, в принципе, не может не радовать. Потому что, видите, люди... Люди стараются. Люди что-то делают. Это приятно. Ocean Tail. И... Да! Вот я ж чё и думаю. Что раньше всегда была картинка из вот этих замечательных товарищей, Которые выстр... Твою мать! Вау! Погодите, давайте-ка тут подзадержимся. Во-первых, мне очень нравится вот эта вот любопытная собака в скафандре, в акваланге, типа. Потом... Ну, происхождение вот этого вот товарища мочегонной внешности я не совсем осознаю. Вот это кто такие прямо интересны стало. Смотрите, ввели вообще абсолютно новых персонажей. Подводная панда и подводный человек, судя по всему, да. А может быть, это так нарисовали, типа, разработчик. Разработчик себя так... Не, разработчик, наверное, себя считает вот таким, я думаю. У него такая аватарка. Короче, сложно. Смотрите, мафи... Вот ещё что-то там. Вот это что такое? Непонятно. Жёлтое. Так. Ой. По-моему, куда? Я ещё не досмотрел, там жёлтое одеяние. Прикольное такое было. Ну, ладно, хрен с ним. Если понравилось это видео, подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарии, ставьте этому видео лайк. Открывайте описание внизу под роликом. Там большое количество плейлистов. Есть ссылка на группу ВК, вступайте в неё. Открывайте ссылки на видео плейлисты, что видите перед собой. Внизу под видео кнопочка поделиться. Если не трудно, нажимайте. Рассказывайте друзьям. Нажимайте на колокольчик рядом с кнопочкой подписаться. И всем счастливо, всем удачи. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова